Девушки отдыхают Доброе утро, Танина! Доброе утро! Доброе утро всем! Ну, начнем по порядку. Первый вопрос, который я сегодня задавал и слушателям в том числе. Как вы просыпаетесь по утрам, особенно когда вам приходится просыпаться вот так вот рано? Какие способы для того, чтобы взбодриться утром? Ну, бразильское кофе для начала. И, конечно же, моим будильником служат дети. У меня двое детей, я как мамочка вожу их в садик, мне приходится вставать очень рано, ложиться поздно. Поэтому мои будильнички – это дети. И чтобы взбодриться, нужно включить энергичную песню, сделать зарядку, выпить бразильское кофе. И тогда день пройдет на ура! Отлично! Прекрасный совет, я думаю, наши слушатели, наши зрители воспользуются этим советом. Ну и, Танина, тоже давай по порядку. Начнем с твоей биографии. Я знаю, я слышал, что ты как-то связана с нашей родной Чувашей. Если не ошибаюсь, ты родом из города Канаш. Ну, из родом, с Канашского района, родом мои родители, с селу Янгличи. Вот, сама я родилась в Сибири. И родители решили вернуться в родные Пенаты, в Янгличи. Там построили дом. И, в общем-то, мне вместе с ними посчастливилось, так сказать, приехать на их родину. Год я училась в Янгличинской школе, изучала активно чувашский язык, культуру. Год отучившись, поступала в музыкальное училище. К сожалению, я не попала с первого раза в Чебоксарское музыкальное училище. Поступала на эстрадно-джазовое отделение в мечте стать эстрадной певицей. Ну, со второго раза получила? Ну, со второго раза, да, получилось. Ну, год я, чтобы не терять, я поступила в педагогический, в Канажский педагогический колледж. Вот, занималась музыкой, как пианистка. Ну, и, конечно же, покорить Чебоксары мне пришлось со второго раза, закончив училище музыкальное с отличием красным дипломом. Вот, поэтому вот так карьера моя начиналась. И все вот эти азы музыкальные, конечно, были заложены в этом городе. И в Чебоксарском музыкальном училище имени Федора Павлова. В общем, Чебоксары для тебя это альма-матер. Старт. Да, это старт. После музыкального училища, я так понимаю, ты переехала в Санкт-Петербург. Да, да. Я переехала в Санкт-Петербург. Меня ждала Казанская консерватория. У меня было два пути. Либо я встану оперной дивой, буду петь в ласкало. У меня редкий голос считался мэтси саппорана. Ну, либо я поеду в Санкт-Петербург, где я не знаю, что меня ждет. И я поступлю на театроведческий факультет, который не имеет никакого отношения к вокалу, к музыке и вообще к артистической деятельности. Но я рискнула на этот шаг. Это было очень рискованно. Потому что была уже профессия, вокал, так сказать, все пути были открыты. Но я рискнула, и я не жалею, потому что театральная академия и вот этот уникальный курс музыкального критика, она, конечно, сегодня мне помогает в профессии. Поэтому разбираться с репертуаром, выстраивать концертную концепцию, составлять анонсы даже на концерт, то есть это абсолютно... Очень нужные знания. Я думаю, что не только меня интересует этот вопрос, но и наши телезрители тоже интересуются, почему у тебя такой красивый, яркий, колоритный образ и вообще в каком жанре ты выступаешь? Потому что я начал интересоваться твоим творчеством. Там есть и джаз, и какие-то бразильские мотивы. Расскажи, пожалуйста, в каких жанрах ты выступаешь? Ну, сегодня меня захватил бразильский джаз, поэтому такой яркий образ, и я считаю, что таких красок не хватает нам в повседневной жизни, тем более в дождливом Петербурге. Вот, ну, конечно, программа, амплитуда жанровая, вокальная у меня огромная. Я пою и ретро-программу, и бразильский джаз, американский свинг, и даже есть у меня в репертуаре чувашские песни, народные песни чувашские. Вот, поэтому... Ну, сегодня, конечно, я понимаю, что бразильская музыка все-таки поселилась в моей душе, и она откликается. И зрители это слышат, и мне это близко. Хорошо. Солнечная чуваша, солнечная Бразилия, это все очень созвучно. Хорошо. Откуда такая сильная любовь к джазу, к бразильскому джазу у сибирячки с чувашскими корнями? Как это вообще началось? С чего? Я думаю, что всех любовь в Бразилии из бразильских сериалов. Ммм, с этого все началось. Ну, вот, может быть, где-то, когда-то там началось все с этого. Но на самом деле началось... Вы знаете, я даже не могу сказать, как. Я просто стала искать что-то новое, что-то свое, что мне близко. Вообще важно каждому человеку и артисту найти свое «я». Ну и, в общем-то, человеку найти себя и жить так, как, в общем-то, не просто ему там хочется, я вот хочу ничего не делать, но свое призвание. Вот. И вот эта музыка бразильская, я исполняла ее очень мало. Я поняла, что это португальский язык, он очень-очень созвучен. Это вот полное, вот полное мое наполнение. Это философская философия бразильская. Она мне очень близка по жизни, в общем-то. Поэтому я рискнула попробовать такой образ. Не побоялась ярких красок, не побоялась огромных аксессуаров. У меня огромные браслеты, серьги. И эти бусы порой весят больше, чем все остальное. Чем ты сама. Да, чем я сама. Вот. Поэтому и я чувствую, что публике это необходимо. А мы, как артисты, должны воспитывать публику и должны не просто воспитывать, должны нести радость и какое-то просветление. Ну да, здесь я с тобой согласен. Один известный музыкант тоже, вы у него спросили, почему, почему ваша группа такая популярная. Он сказал, что наша группа – это праздник. Людям не хватает праздника. Я думаю, именно поэтому у тебя все вот так вот получается. А вся жизнь – это праздник. Каждый день должен приносить, и все зависит именно от вас, дорогие зрители. Как вы начнете утром, как вы начнете день, так и закончится вечер и ваша жизнь. Хорошо. Бразильский джаз. Ты сказала, что ты до этого, ну так скажем, скиталась между жанрами и в итоге выбрала бразильский джаз. Это близкий тебе по духу жанр, душа у тебя лежит к этому. Какие жанры ты до этого пробовала? В каких жанрах ты себя пробовала до этого? Ну, ни для кого не секрет. Я, в общем-то, это не скрываю. Я, ну, первое, что я начала, это, конечно, классика. Это оперное пение, это арии, это колоссальная, в общем-то, такой фундамент для того, чтобы… Ну, и вообще я понимаю и знаю, и все, наверное, вокалисты сам согласятся, если хочешь ты петь все, ну, вот база оперная, она позволяет, она позволяет… Это дыхание, знание стиля, это, конечно, позволяет расширить твой репертуар. Вот. Следующий этап был, это, конечно, современный поп, современная музыка, да, это работа в ресторанах, и, как бы, я это не скрываю, это даже идет на пользу, потому что это работа со зрителем, разная публика… Живое общение. Да, живое общение, к тебе приходят, ты должен понимать, какую сегодня здесь исполнить, что вот хотят эти люди, как, так сказать, не помешать, поэтому это очень огромная работа, и это очень положительная работа на самом деле. Дальше я понимаю, что джаз – вечный жанр в плане того, что можно и в пенсионном возрасте, дорогие женщины, петь джаз, потому что я понимаю, даже если я буду толстой женщиной в 90 лет, я выйду в каком-нибудь балахоне и запою джаз, ну, это будет гармонично. Зрители подумают, что так и должно быть. Так и должно быть, да, нежели я там стану петь какую-то попсовую песню, ну, в общем, это поп-культура – это для молодежи, а джаз – это на века и для огромной аудитории. Своего рода классика. Классика такая, да. Но, видите, Петербург – очень джазовый город, очень много хороших певиц, музыкантов шикарных, на каждом углу звучит джаз. И я понимала, что, ну, вот это хорошо, но что-то должно быть, понимаете. Это много баллад, это немножко такое, знаете, сонное состояние, опиума такое, знаете, в Петербурге, дожди сердца. И, в общем, Танина Ладора поселилась в Петербурге. Сегодня у нас светит очень много солнца в Петербурге. Лето было шикарное. Все это отметили, ну, в общем, с тем, как поселилась Танина Ладора. Ей всего лишь год, она живет год в Петербурге. Поэтому и вот это солнце, которое она несет, это очень важно для петербургской аудитории и, в общем-то, для каждого человека. Вот, как раз по поводу Танины Ладора. Почему именно этот псевдоним? Ну, я знаю, что у тебя это вот Татьяна. Танина Ладора, какой смысл заложен в эти два слова, в это имя? Танина – это сочетание двух имен. Татьяна и Нина. А Ниной звали мою маму. Мамы, к сожалению, уже семь лет нет. И в этом имени как бы два созвучных именита – Та Нина. Либо можно кто-то расценивать Та именно Нина, которая была. Мама очень хотела, чтобы я пела, она меня всячески поддерживала. Вот поэтому я, так сказать, взяв этот псевдоним, немножко, так сказать, всегда она со мной. А Ладора – это часть фамилии Силадорова. Я не хочу отходить от своих корней, потому что фамилия Силадорова на самом деле очень уникальная, и она единственная. И вот я, Татьяна Силадорова, единственная. Я долго сопротивлялась псевдонимам, откровенно говоря. Хотя многие мне говорили уже пора, пора, но я не чувствовала это внутри. Мне хотелось оставаться Татьяной Силадоровой, потому что это уникальная фамилия, и как бы я одна в мире. Но так сложилось, что бразильский образ, ну, вы понимаете, какая Татьяна Силадорова сидит. Вот, поэтому это было немножко забавно даже. И я подумала, что да. Встало время. Образ джазовой певицы у тебя уже был, не хватало только вот такого вот штриха, псевдонима, и все, образ полный. Вот, и, в общем, это такое наполнение, абсолютное попадание, потому что, как только, вы знаете, как только ты вносишь смысл во все, что ты делаешь, что ты создаешь, что ты говоришь, что ты пишешь, это начинает срабатывать. А если ты это сделал с душой и вот по-настоящему, то, конечно, это срабатывает, и это находит отклик у зрителя. Да, чтобы наши телезрители понимали, о чем идет речь и с чем мы столкнулись сегодня, я предлагаю им посмотреть, ну, так скажем, небольшое попыри из ваших выступлений, из вашего репертуара. Поэтому, друзья, внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Ну, Тонина, что ты скажешь в своем оправдании? В общем, в своем оправдании могу сказать вот этот праздник, этот карнавал, который несем мы в аудиторию. То есть мои концерты построены так, что у меня нет четвертой стены. У нас идет интерактив, у нас идет общение с залом. Опять-таки, ну, если мы рассматриваем такую вот, например, на площадку, небольшой концертный зал, где там тысяча человек, понятно, там немножко другая подача. То есть это концерт-праздник, концерт-карнавал. Сегодня вот здесь был специальный гость из Бразилии, Лео Ди Пауло. Сегодня вот мне удается работать с кубинскими, с бразильскими музыкантами, которые вот знают эту музыку прямо вот в полном ее, так сказать, ключе. Поэтому вот такой вот бразильский карнавал каждый раз присутствует на моем концерте. Вот этот праздник мы несем в массы. Еще, я так понимаю, кроме, ну, я так, классического джаза, бразильского джаза, ты очень любишь экспериментировать, потому что, когда я изучал твое творчество, я увидел несколько очень интересных видеозаписей. Во-первых, где вы выступаете вместе с, как я понял, оркестром народных инструментов. И еще одно видео, где ты выступаешь и поешь чувашскую песню «Аурангайми». Ну, вот первый проект, еще один у меня проект с оркестром. У нас есть в Петербурге и вообще в России уникальный оркестр народных национальных инструментов имени Андреева. Очень старый такой древний наш оркестр, так сказать. И с ансамблем этого оркестра мы подготовили шикарную программу, уникальную программу «Бразильская музыка на русских балалайках». Это был проект этого года, 18-го года. Мы выступали в уникальном месте, во дворце Белосельский-Белозерский, в центре города. То есть такое тоже значимое место в Петербурге. И наша программа называлась «От Петербурга до Рио-де-Жанейро». Ну, петербуржцам эта программа пришла очень по душе. А второй вот проект, чувашские песни, они, вот как я уже говорила, они присутствуют в моем репертуаре. Я не стесняюсь говорить о том, что я из Чувашии и я чувашка. И в Петербурге у нас есть чувашская диаспора. Я как представитель культуры чувашской очень много выступаю на разных площадках. И в данном случае Алран Кайми, гимн чувашского народа, был исполнен в прошлом году в большом концертном зале БКЗ «Октябрьский». И это был уже за многие годы, вот впервые я выступила, такая честь нам удалась выступить именно за чувашский народ, представителя чувашского народа. Это ежегодный фестиваль, который проходит в Санкт-Петербурге, дружба народов. И там много национальной, и там чувашская культура не была представлена. Если бы, может быть, там лет 10 назад ее как-то представляли, но так ярко, и вот так ежегодно, 5 ноября я вновь там буду выступать с чувашской народной песней, уже другой. И, в общем-то, мы стараемся за 3 минуты песни людей ввести вот в эту культуру, показать, погрузить. Но вы знаете, на самом деле, отклик, вот 3 тысячи людей в зале. Крассальный. Да, и ко мне подходят, фотографируются этот уникальный костюм, это орнаменты, да, то есть это просто и все восторги, все где, где эти чуваши, где эти чебоксары. То есть идет, конечно, просветительская культура, несем о своем народе, не забываем, поэтому я бразильская женщина с чувашской изюминкой. Ну, мне, как носителю чувашского языка, очень приятно, что на этом фестивале и в Петербурге нас представляет такая красивая девушка и такая талантливая девушка. Вот, вопрос. Собственно, пускай это звучит, ну, не грубо, с какой целью ты в Чебоксарах? Долго ли ты здесь пробудешь? Где тебя можно увидеть? Ну, вы знаете, в Чебоксарах я уже сегодня последний день, завтра мы уже в Нижний Новгород, у меня небольшой тур по Волге. Начинали мы с Казани, был концерт в Канаше во вторник. Вчера мы замечательно выступили в художественном музее на Калинина, 60. В общем-то, услышать уже вы можете меня либо завтра в Нижнем Новгороде, либо в субботу в Москве. И вот цель была, конечно, такой гастрольный тур. И мне приятно, что вчера была аудитория, публика, которая, ну, вот, честно сказать, даже в Петербурге не встретишь. Тепло, примерно. Даже тепло – это хорошо, но это я видела в глазах каждого просто вот какое-то счастье. Восторг. Восторг и это полное понимание вот этой музыки, то, что я вот здесь стою, пою на португальском, люди не знают этого языка, да. Да, мы сделали этно-джаз, чувашско-бразильский параллели, мы исполнили три чувашские песни. Одна была эстрадная, две народные. Их переложили в такой латинской ритмике, они зазвучали совершенно по-другому. Ну, и я считаю, что это очень гармонично они звучали, абсолютно не выбивались из нашей программы. Вот, поэтому вот цель приезда – это концерт. Ну, вот, собственно, то, о чем мы с тобой и до этого говорили, людям не хватает праздника. Я думаю, собственно, поэтому. Ты устроила для них праздник, и они поэтому так горячо себя приняли. А на какой площадке, еще раз, тебя можно сегодня послушать? Сегодня уже, к сожалению, концертов нет. У нас должен был быть еще один концерт, к сожалению, он сорвался. Только завтра Нижний Новгород, вдруг кто-то будет проездом. Или Москва, да. Ну, и, конечно же, я всегда рада видеть земляков в Санкт-Петербурге. Со мной легко связаться, я очень открыта. Пишите, звоните. На моих страничках всегда есть афиши. Поэтому я думаю, что уже в Чебоксары мы приедем тоже с новым проектом. Вот, когда запланирован еще один концерт? Ну, вот мечта моя, вы знаете, я хочу ознакомить зрителя с интересными музыкантами, а их очень много в Петербурге, они есть всемирно просто признанные и известные. Но большая моя мечта – приехать с оркестром, с ансамблем Андреевского оркестра, потому что в их репертуаре есть чувашские народные песни инструментальные. И сейчас есть в планах сделать вокальный цикл народных песен. Первое отделение инструментальное, второе – вокальное. И я думаю, что скоро откроется наша филармония, и мы, в счастье, выступим на этой сцене. Прекрасно. В таком полном составе и совершенно, конечно, на другом уровне. Хорошо. Танина, небольшой блиц-опрос. Отвечай, пожалуйста, не задумываясь. Хорошо. Сразу. Первое, что пришло в голову. Твой девиз по жизни. Только вперед. Твой поступок, за который тебе очень стыдно. Разбила окно в педагогическом колледже, похулиганила. Вот если меня Геннадий Иванович слышит, извиняюсь. Твой кумир. Дженнифер Лопес. Твой самый большой недостаток, как ты считаешь? Не умею говорить «нет». Сколько времени ты проводишь в интернете? Полжизни. Это ужасно. Чай или кофе? Кофе и чай. И то, и другое. Твое самое любимое место в Санкт-Петербурге? Летний сад. Где бы ты хотела побывать в первую очередь? Бразилии. Ну, конечно. Собственно, с углом от этого мы не ожидали. Рео даже, наверное. Твой идеал мужчины? Идеал мужчины щедрый. И твое самое большое достижение в жизни, на твой взгляд? Работа с оркестром. Ну, это... Это на сегодня... Как-то мы долго шли. Да. На сегодня это для меня такой большой рывок, потому что, знаете, что самое главное? Когда в тебя верят, ты должен... Вот есть такое слово, конечно, оно не очень хорошее. Должен оправдать все надежды всегда, вы знаете. И, ну, есть люди, которые в меня не верят до сегодняшнего дня и не верили. И это мне дает даже силы. Понимаете? Когда в тебя не верят, ты еще хочешь доказать что-то. На самом деле доказывать ничего не надо. Я просто шла к своей цели. Я верила в себя в первую очередь. И каждому советую только слышать свой внутренний голос и делать так, как вы считаете нужным. Даже если это будет ошибка. Вот. И этот оркестр, конечно, это подарок судьбы. И в меня поверил директор этого оркестра. И мне доверили выступить с ним. И сейчас мы готовим в 2019 году уникальный проект ретро-песен. Поскольку в этом году 2019 год, 90 лет Александре Пахмутовой. И у нас будет шикарная программа Макроусова и Пахмутова. Мы приглашаем Александру к нам на концерт. И это будет в Большом зале с оркестром вот эти шикарные ретро-песни. Вот вам еще один из проектов. И... Жанн пару билетов. Обязательно. Приезжайте. Ну и, Танина, напоследок пару слов для наших зрителей. Как им устраивать для себя праздник каждый день, а не только, когда в Чебоксары приезжает Танина Эвадора? В первую очередь улыбайтесь, господа. Несмотря ни на что, нужно нести радость жизни и радость людям. Начинать нужно всегда с себя, а не с кого-то другого. Если вы хотите изменить что-то в своей жизни, меняйте себя в первую очередь. Не бойтесь ярких красок, не бойтесь быть, может быть, где-то посмешище, где-то смешным, где-то нелепым. Не надо этого бояться. Нужно быть самим собой, искать себя, развиваться и радоваться жизни. И любить эту жизнь. Будем этих советов придерживать. Спасибо большое, Танина. Спасибо вам, хорошего дня и солнце в дождливом, не в дождливом, в дождливых Чебоксарах. Сегодня обязательно солнце появится. Спасибо большое. Друзья, напоминаю, что в нашей студии была джазовая исполнительница Танина Эвадора, гостья из города Санкт-Петербург, но с чувашскими корнями. На этом наша передача заканчивается.